либо побегу либо умру сейчас мы с вами посмотрим на то как ведут себя трейл раннеры в их естественной среде обитания всем привет меня зовут александр ивакин мы находимся на побережье адриатического моря полуостров истрия страна хорватия этот выпуск гида по трейлам посвящен забегу 100 массов истрия или по-простому истрия ультра трейл истрия ультра трейл проводится ежегодно с 2013 года в середине апреля является исследованием одноименного полуострова истрия в беговом формате самом начале бегового сезона соскучившиеся по соревнованиям бегуны стремятся вырваться на волю зеленеющие горы долин и рек оранжевые черепицы крыш старинных городов настоящее наслаждение для глаз после долгой зимы истрия один из самых востребованных среди российских трейл раннеров забег по пересеченной местности который проводится за рубежом в этом году на забег зарегистрировалась около 30 россиян на разные дистанции что ими движет узнаем встретимся с ними подбодрим их на дистанции пообщаемся на финише как и большой театр большие трейлы начинаются с вешалки смысле секс по экспо проводится как правило в месте выдачи стартовых комплектов центре проведения соревнований в данном случае в городе умак ударение ставим на ум экспо это своеобразная выставка достижений народного хозяйства только практически все здесь продается экипировка спортивное питание средства для восстановления и многое другое чтобы получить номер придется постоять в очереди чтобы не заскучать в ожидании есть несколько способов например живое общение или вай фай правда некоторым он не особо нужен уже здесь мы начали встречать российских бегунов среди которых было претендент на высокие места юрий штанков один из сильнейших скайранеров россии это я еще даже не бежал что будет после массажер для плечевого отдела я еще еще и жду на своей очереди вот так вот сзади меня есть кресло мне очень хочется попробовать потому что я очень напряжен очень переживаю волнуюсь завтра уже бежать 67 километров давно этого не делал лучше бы не делал еще бы много-много не делал кроме огромного количества экипировки еды и даже выпивки на экспо крупных трейлов можно найти предложение по забегам от других организаторов например на истрии можно увидеть забеги которые вы скорее всего никогда просто так не найдете они проводятся не только в хорватии они еще есть словении в черногории в боснии герцеговине и в других странах балканского региона в общем побега действительно есть где и узнать об этих забегах можно не только в интернете но и вплотную познакомиться с организаторами пообщаться прямо здесь в живом формате истрия технически не слишком сложный забег крутых высоких опасных гор на дистанции нет рельеф доступны многим бегунам некоторые выбирают истрию как свой первый ультра трейл в том числе как первый стомильный забег существует четыре дистанции и все они имеют цветовое название главное называется red имеет длину 100 миль или 160 километров с набора высоты шесть с половиной тысяч метров это распределение набора высоты на километраж говорит об относительно простых незатяжных подъемах и спусках кроме самого первого подъема на высочайший горный массив полуострова учка его вершину высотой 1400 метров есть дистанции покороче blue длиной 110 километров green 67 километров и самая короткая yellow это трейловый марафон длиной 41 километр вхождение истрии в мировой тур ультра трейлов наряду с другими известными забегами гарантируют высокий уровень организации выходя на старт можно быть уверенным в качестве гонки к месту старта всех дистанций участников отвозят автобусы старты забегом даются в время суток участники дистанции 160 и 110 километров стартуют с вечера пятницы бегут всю ночь и финиширует только в субботу ну а некоторые только в воскресенье высотная климатизация здесь не требуется но в зависимости от региона и часового пояса из которого вы прилетаете стоит иметь запасе день или два чтобы перестроиться и выспаться перед стартом и конечно стоит учитывать возможные резкие изменения в погоде середине апреля в хорватии погода совершенно непредсказуемая высокий туристический сезон еще не начался может быть довольно жарко может быть очень дождливо как было на этот раз в горах температура колеблется от 5 до 10 градусов ночью но может быть существенно холоднее а может быть намного теплее на этот раз на склонах горного массива учка который участники преодолевают ночью лежал снег внизу дождь лил не переставая от старта забега до утра следующего дня покрытия на дистанции самые разнообразные лесные мягкие тропы каменистые участки городские улицы грунтовки земля трава асфальт дождь местами может быть грязно и стабильно камни могут быть довольно скользкими также на дистанциях есть броды сухую погоду да и в целом большая часть маршрутов беговая стоит также учесть что существенная часть всей дистанции проложена по равнинным участкам и особенно тяжело держится в самом конце подбирать и тестировать оптимальный комплект экипировки для таких условий нужно заранее в описании к видео я оставлю ссылку по которой можно найти самый широкий ассортимент экипировки для трилл раннинга также я оставлю инструкцию как получить промокод на большую скидку на сайте нашего партнера вы сможете найти множество статей о том как подобрать наилучшую экипировку конкретно для вас и для ваших задач а сейчас мы с вами посмотрим на то как ведут себя трейл раннеры в естественной среде обитания давайте поближе рассмотрим они очень голодные и очень уставшие некоторые очень злые пункты питания забегов такого уровня с одной стороны имеет все необходимое для поддержания сил в течение многих часов хотя каждый из участников должен иметь свой запас еды и жидкости на истрии как и на многих известных трейлах можно встретить разделение питания на типы диет например еды без глютена или питания для веганов смотрите сколько в нем мощи хорватию можно посетить по местные или по шенгенской визе местная валюта куна цены в хорватии конкретно здесь неоднозначные можно найти достаточно дешевое жилье но при этом цены на продукты на проезд близки к средним европейским участникам соревнований селиться удобнее всего в городе умок где расположен финиш всех дистанций город совсем небольшой от любого края до места выдачи номеров можно дойти довольно быстро здесь есть много крупных магазинов где можно купить все необходимые продукты в историческом центре много ресторанов но цены в них солидные при желании можно купить свежие морепродукты у рыбаков прямо на набережной кстати набережная очень видовая является отличным местом для разминки и праздных прогулок на набережной умога кроме красивого моря и дорогих ресторанов есть еще одна достопримечательность рассмотреть которые смогут только пробиты на всю голову трейлорайнеры это вот эта груда камней и что тут казалось бы такого но на самом деле это отличная площадка для отработки техники бега по технически сложным маршрутам город умок очень похож на ближайший к нему крупный известный исторический памятник город венеция на самом деле умок это венеция в миниатюре вокруг вода внутри маленькие красивые улочки с ресторанчиками разными заведениями куда приятно просто заходить посмотреть поглазеть на все что здесь есть вот такие вот замечательные кроссовки подходят специально для самых соленых трасс отличное сцепление с солью очень плавный перекат очень хорошая динамика во время бега и посмотрите какая уверенная амортизация добраться до центра соревнований в городе умок относительно нетрудно вокруг него есть несколько крупных аэропортов первый в столице загреб еще есть в венеции триесте и в городе пула от аэропорта расположенного в загребе с умогом есть регулярное автобусное сообщение также можно договориться о трансфере с организаторами из других аэропортов логистика может быть немного труднее так как связано с пересечением границ разных государств хотя здесь все близко всю информацию о логистике вы сможете найти на сайте соревнований истрия 100 точка ком или узнать напрямую задав вопрос организатором несмотря на то что истрия входит в мировой тур ультра трейлов звезд высшего эшелона трейл раненга здесь можно встретить довольно редко поэтому за высокие места могут бороться даже очень сильные любители помимо профессиональных спортсменов и все же рекорд дистанции 100 миль принадлежит спортсмену высочайшего класса дилану боману из соединенных штатов америки среди женщин рекорд установила итальянка франческо канепа наши соотечественницы тоже отличились высокими результатами в прошлом году анастасия челышева победила на дистанции 67 километров ну а рекорд дистанции 110 километров среди женщин принадлежит также нашей соотечественницы елизавете ершовой это мой второй международный старт на утре на этот раз удачно на саму гонку в отличие от предыдущей я довольно много готовился и в общем-то определенный успех был достигнут на гонку я ехал с тремя планами на этот раз у меня был план а план б и план ци вот и удалось выполнить план а что тоже считаю достижением с одной стороны понятно с другой стороны неожиданно то что нужно набирать 148 километров подготовки и хватило ноги вытащили все в этом отношении классно участвовать в международных гонках это круто это добавляет очень-очень много опыта если участвовать только на россии немножечко наступает эйфория что я такой крутой и такой классный вот международные гонки они там ставят все на свои места понимаешь какой ты есть на самом деле юрия штанкова мы встретили на пункте питания возле живописного озера юрий чемпион россии и многократный призер соревнований по sky running здесь юрий бежал дистанцию 67 километров спустя две недели после победы на другом забеге в италии юрий и сейчас претендовал на победу и было очень интересно насколько быстро он смог восстановиться чтобы бороться с соперниками все остальные все больше больше не буду так бегать чё-то я уже слышал что-то такое подобное один где появилась и парень за мной я такой все сейчас я либо либо побегу либо умру на данный момент я рад что живой забег очень непростой выдался конкуренция такая что приходилось постоянно бежать напрягаться прям вот вообще не продохнуть с донателло было очень интересно бежать какое-то время когда был очень много бродов и просто мы останавливались потому что он не хотел в начале дистанции замочить ноги и просто искал обход а я не хотел его обгонять потому что мы вместе бежим где-то на 30-м километре я догнал 1 и еще через несколько метров вышел вперед то есть я лидировал начиная с где-то 35 километра до 800 метров до финиша вообще все вот эти вот последние семь километров практически прямой мне давались очень сложно потому что я выложился на дистанции и очень надеялся что сделал достаточный задел для того чтобы хоть как-то доковылять до финиша то есть я даже иногда останавливался чтобы просто размять мышцы которые сводила судорогой и очень надеялся что мне хватит хватит этих последних километров удержать лидерство и за два километра до финиша я вернулся назад и увидел оранжевую футболку которая приближалась быстрее чем все остальные 100 мильники я понял что это моя дистанция которая меня догоняет и постарался как-то ускориться меня хватило еще на километр 200 и тогда уже он меня догнал и я понял что сил больше нет я еще конечно постарался там что-то подергаться уже было понятно что у него скорость была просто в разы быстрее мне организаторы сказали что это победитель прошлогоднего забега на другой дистанции мне на самом деле я очень свежим подошел к к этой стали к этому старту к этой гонке и прекрасно себя чувствовал практически до 55 километра примерно вот потом уже стало так тяжеловато я наелся гелий наелся батончиков уже организм ничего не хотел принимать и просто было тяжело и мышцы начала сводить то есть просто организм не мог поддерживать дальше такой темп и начал капризничать и вот поэтому через силу я его так напряг что вот он решил после финиша отказать совсем и пришлось идти в медпункт насчет видов очень красиво то есть здесь достаточно много открытых участков и очень много городов по которым интересно пробежать это такие старинные города ну и вокруг тоже очень красивые холмы и такие прям просторы открываются вот то есть что касается красот тут есть на что посмотреть хорватия в апреле это очень зеленая страна побывав здесь в это время года можно проснуться от долгой зимы и почувствовать близость лета если конечно повезет с погодой попробовать местную кухню из мяса и морепродуктов посетить интереснейшие старинные города с необычной архитектурой испытать свои силы в сверх длинных дистанциях в хорошо организованном зарубежном забеге и конечно насладиться видами атриотического моря с высоты гор и вблизи